Благодаря сотрудникам уголовного розыска, отдельное уважение, респектам, красавцам, отдельно выражаю благодарность Пыти Владимиру Вячеславовичу, начальнику отдела полиции номер 6, Мочайковского 3, за такую оперативность, за то, что не оставили данную гражданку без ее имущества. Это видео для того, чтобы никто никогда, ни при каких обстоятельствах не попал в аналогичную ситуацию. Чтобы вы знали, с кем заключать договор и на каких условиях, читайте внимательно договор, все нюансы. Если вам что-то непонятное, спрашивайте, обращайтесь к юристам. Ты спишь, у тебя забирают имущество, ты просыпаешься, у тебя им нет. Ну это вообще как? А я тем временем приветствую всех наших подписчиков, зрителей и просто неравнодушных граждан на нашем канале Дорожный контроль Вадим Серов. Ну а сейчас мы расскажем вопиющую историю. И я очень вас прошу досмотреть это видео до самого конца, потому что с этим, в этой ситуации точнее, может оказаться любой из вас. Поэтому досмотрите ее до конца и примите к сведению всю информацию, которую вы здесь увидите и услышите. Она очень важная, более того, она очень интересная. И сейчас нам поведают об этой истории, о своей истории Анна. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как у вас вообще в эту историю, ситуацию, я думаю, уже всем интересно, затравку такую сделал. Как вы вообще в нее попали? Поэтапно расскажите, как все происходило. В 2018 году я обратилась в автосалон Фреш Афта для покупки автомобиля в кредит. Выбор пал на BMW. Автомобиль старый 2008 года, то есть там никакая не крутая машина. Вот. Сделали запрос в банке. Первый ответ пришел с экспобанка, то что мне пришло сообщение, и как бы я согласилась на их условия, то есть, ну, обратиться в этот банк. То есть до этого брала кредиты, проблем никогда не было никаких. Вот. В общем, оформили автокредит. Сразу скажу, ну, это я уже потом узнала, что вводили заплуждение, потому что первоначальный взнос, который я вносила, он ушел на автомотоклуб, помощь на дорогах. Да? Да, 16 тысяч рублей. Услуга дополнительная была. Да, да, но об этом никто не предупреждал. И 50, по-моему, тысяч ушли на ИП, в общем, директора Фреш Афта. А, вообще, все еще. На установку дополнительного оборудования, которого не было вообще. То есть мне ничего не устанавливали, это точно, потому что машины... Но по этому поводу как-то разбирались вообще в этой истории? Вот именно... Я узнала это вот, когда подняла документы, только вот узнала я. Я думала, что это вернулось вообще вся эта ситуация. Я думала, что это просто первоначальный взнос, и все. Я понял. Ну, сейчас для меня, да, это тоже открытие. Ну, по этому поводу, мы отдельно еще побеседуем. Ну, а сейчас хотелось бы вот самое-самое важное, на самом деле. Ну, в общем, платила я два с половиной года, в принципе, все было нормально. В декабре месяце, когда началась вот эта вот пандемия, я потеряла работу, и начались как бы проблемы с деньгами. То есть, ну, платила я все. Там была небольшая просрочка в мае, по-моему, 4 тысячи рублей. А какой платеж был ежемесячный? 15-500. 15-500. Я всегда платила 16, ну, чуть побольше, там, на всякий случай, вот. И была 4 тысячи, там, недоплата или просрочка какая-то. То есть на протяжении двух лет вы платили исправно по кредиту? Ну, да. Ну, два года, ну, говоря, два года, вы платили исправно по кредиту в размере 16 тысяч, даже чуть больше. И у вас возникла просрочка в один из какой-то месяца. Да, да. Вы 4 тысячи. В один из какого-то месяца в 4 тысячи просто недоплатили. Да. А вот, и что дальше происходило после недоплаты? Мне позвонили с банка, я им объяснила ситуацию, что плюс я еще меняла карту, на которой у меня были деньги с Беровского. Вот, что в течение четырех дней будет карта готова, и я плачу. Прошло три дня, и в час ночи я услышала грохот под своим окном. Ну, то есть у нас дворик маленький, все друг друга знают, и то есть машина какая-то чужая. Я боялась, что вдруг поцарапают то, что-то. Выглянув в окно, я увидела, что к моей машине подъехал манипулятор строительный, и люди привязывают к моим колесам чалки строительные. На машине еще были кирпичи, доски какие-то. А кто это такие? Ну, я крикнула, они мне сказали, выходи, типа. Вот. Я вышла, сказали, что якобы сотрудники банка, никакие документы они не обязаны предоставлять. Так они сказали, да? Да. Никто не представился, сказали, что если мы будем что-то там делать, они будут применять оружие, то есть даже видеозаписи все есть. А кто это говорил, известно? Да, это говорил Иванов. Иванов Илья Георгиевич. Его так зовут. Но думаю, мы еще о нем здесь не расскажем. Да. Вот. Соседи все сняли на видео, конечно, машину мы отбили всеми дружно. Не дали возможности им забрать. Да, я ее угнала и спрятала. Прошел. Мы ее, наверное, поправимся немножко, не угнали, вы свое имущество не отдали. Дополни, поделись. Покажет документ. Ну, кого она отсюда? Не, нормально. Покажет документ. Да фиксируй, фиксируй, что ты у нас тут угрожаешь? А вашу там угрозу? Случай нападения я буду применять. Хороший самодат. Да у нас хуже. Да вы даже не приставили. Ну все, вы разговаривайте нормально, я с вами буду вывескнут. Да не пожелай ты, ну не пожелай, говори по-человечески. С одним человеком я буду говорить. Ну разговаривай с одним, ладно. Какие вопросы я вам ответил. Обычные. Во-первых, ночь на луте, раз. Уведомлений никаких нет, два. Подожди, а какие ответы? Вместе с просрочкой? Ты что за проблемой? Ну, вы, короче, насляете на своем, как я вам могу обвинять? Да за вам машину давай загоним. А что менты-ки? Менты вон сейчас ездят. Как это не обязано, при этом машину вывезли? Ты приехал-то машину, машину выбирай. Да я тут. Надо машину закурать. Главное, чтобы площадку поставить за эту плотину. За эту эвакуацию плотину. Приехали машину по-тихому. Как вы начали научиться? Говори, в том беседу. Я нормально. Говори, привет. Я не хочу, как мне это не интересует. Когда будете культурно общаться, я вам ответил. Вы приехали ночью. Каких вы, кто кого-то не знаете. Кто кого-то, я вообще ни слова не сказал. Вы что за меня хотите. Я делаю свою работу. Ну, друзья, ты что? А почему нужно выставить? Ну, пытался мне так выставить. Где-то я имею право, в точке за эти полномочия поезжать. Почему? Ну, ладно. У вас реально просточки нет, да? А что, у вас в договоре указано? Успокойся, я вам. В договоре указано, что в большей степени мобиль вправит, до возвращения в город. Вы договор подписали, что до студии. Там, вот вы как читали, что перед этим договор, там написано, что у вас вправит на автомобиль, что у вас вправит на штраф стоит. Ну, я, я послушаю. Вот вы мне говорите, вот теперь я вам объясню. Успокойся. Вы мне говорите, как у тебя коллег, с вас трясли. Моя работа. Найти машину, их забрать. Все. Плюс, я взаимодействие с проходить не могу. На чем вы пилите? Потому что они в курсе. Сейчас они приятны, они вам все объяснят. Машину мы в любом случае заберем. Вы зря вот этой ерундой занимаетесь. Вы это нормально, если бы договорились, мы ее сразу заберем. Для нормальных товарищей, не проблема заплатить. Нет, на должные заплатить с вами договору. 15 тысяч рублей. Ну, вы же не платили. Я не в курсе. Я с вами не бесил. Мне сказали забрать машину, где я забрал. Представься сначала кто-то. На камеру представиться. А ты кто-то? Что надо? Что надо? Ну, а, все, делка. Ну и до свидания. До свидания. ПТС находится у меня на руках, то есть машина умает собственность. Машина полностью оформлена на вас. Да, да, да. Поэтому это странное действие. Ощущение как бандиты. Ночью это в час ночи произошло? Да, это произошло в час ночи. А какое число? Это было в месяце? Это было 14 августа. 14 августа 2020 года. Да, да. Я понял. Что дальше происходило на следующий день? Ничего. Я пыталась выйти на контакт с банками. Я звонила им днем, ночью на протяжении 5 дней. Со мной на контакт никто не шел. Говорили, мы вам перезвоним. В итоге мне никто не перезванивал. То есть я внесла платеж очередной. Погасила там вот эти вот задолженности. Внесла чуть больше. То есть вы на следующий день это сделали или когда сделали? Через 5 дней. Через 5 дней вы закрыли задолженность, которая была и платеж, который, я так понимаю, у вас предстоял. Да. То есть вы фактически уже через 5 дней, ну грубо говоря, через неделю не имели никаких задолженностей перед банком? Мы внесли плюсом даже еще больше денег. То есть вы вошли в график? Да. Мы вошли в график. Угу. Так. А что дальше происходило? Банк не выходил на контакт и как бы все подзабылось. Прошел следующий месяц, подошел. У меня сломался автомобиль на трассе. Мы его погрузили на эвакуатор, отвезли в автосервис к нашим знакомым. Но они его починили и на ночь выгнали на территорию автосервиса, который находится под камерами, под шлагбаумом. Угу. И в 2 часа ночи эти же лица похитили мой автомобиль. Как вы об этом узнали? Утром сотрудник пришел на работу, который ремонтировал мой автомобиль и увидел, что машины нет. Он позвонил супругу, супруг пытался дозвониться мне, но не мог. Сотрудник не поделился с вами впечатления вообще, когда он увидел, что машины нет? Да я думаю, что он посидел немножко. Да, машину украли, вроде починили и сразу украли, конечно. Ставил здесь, утром пришел, его нет. То есть ты его починил? Поставил его здесь в исправном состоянии? Да. И приходишь утром на работу, а его не оказалось? Именно так. Что первое подумал? Угнали. Вообще ужас, конечно, ощущение, я согласен, да. Конечно. Потом просто вспомнил, рассказали просто историю, что уже была попытка одна его забрать. Вот. И потом я сразу подумал, что да, наверное, действительно это так. Скорее всего, они эту попытку вторую реализовали уже. Да, да, да. Потому что очень странно, она до этого просто некоторое время стояла в месте, где недосягаемость была эвакуатора. Угу. То есть ее было тупо не достать оттуда. То есть сейчас они, видимо, узнали, что возможно и погрузить. Ну да. Есть возможность, так сказать, доступ к ней. Да. И загрузили. Скорее всего, да. И они ее загрузили. Я понял. Сработали оперативно, судя по записям с камерой. 5 минут. Быстро. Я понял. Все, они пришли, погрузили у нее. Все. Спасибо. Спасибо. До свидания. И как выяснилось, что именно эти люди завладели вашим транспортным средством? По камерам и потому, что я позвонила в полицию, сообщила об угоне. Но мне в полиции сказали, что якобы они предоставили документы моей задолженности и на этих основаниях изъяли машину. Угу. То есть они, данные сотрудники банка, как они себя называют, уведомили полицию о том, что не собираются забрать транспортное средство. Как потом выяснилось, они написали соответствующее уведомление в полицию, что они собираются как транспортное средство. Очень интересно. Таким образом, как бы, вам стало известно сотрудников уже, что, значит, машина находится у этих лиц. Правильно я понимаю? Да, да, да. Что вот дальше происходило? Дальше? Я позвонила Вадиму Серова. Да, это, кстати, правда. Да, я помню этот звонок. Ты очень была взволнована, но мягко скажем, взволнована. Это реально горе. Ну, представляете, у вас забирать транспортное средство посреди ночи, вы об этом еще не знаете. И с утра такая новость. Вы исправно платили два года с лишним за это транспортное средство, там ваши деньги, значит, ваше имущество. Там более того у тебя и имущество было какое-то в транспортном средстве. Да, там были инструменты для работы. Вы мне позвонили, я это точно четко помню, и ваши эмоции. Ну и дальше что у нас происходило? Дальше мы поехали в 6-й отдел полиции, на Чайковского 3. Вот. Как там все происходило, расскажите? Поделитесь вашими впечатлениями. Ну, скажу так. Сначала, в принципе, никому это было не интересно, и никто не хотел действовать. Только увидев камеры, конечно, они зашевелились. Вот. Здравствуйте. Слушаюсь. По поводу господина, девушка, Сергей Петрович. Ну, сейчас примут заявление. Там, суть в том, что вашу машину изъял банк. А он, прежде чем изъять, они написали заявление, чтобы мы такие-таки взимали данный автомобиль. От твоего разрешения какое-то даряли? Зачем? Нет, они уведомляют нас. Это такой порядок, да? Ну, для того, чтобы, как бы, в ООН ее не объявляли, и потом, как бы, спросили, то есть, как бы, этот самый такой... Ну, мне не уверено, что это банк. Я понимаю, вы можете написать заявление, вам никто не отказывает. Хорошо. Мы просто, как бы, сообщили, где она находится. А где она находится? Ну, как бы, где она находится? Ну, она же вам, вам уже банк, вы говорите, предупредил, что транспортно-пространство они забирают. Не сказали, куда? Один раз уведомляю, что они ее изъяли за должность. Все, как-то. Какая за должность? Я не знаю, это... У них сегодня только платеж очередной списался. Я понимаю, но это не мы изъялись. Если бы мы изъяли... Скажите, они уведомляют, где автомобиль на хранении находится? У нас в отделе нельзя снимать. То есть, мне запрещено, правильно я понял? Ну, снимать, да. Нельзя. Скажите, предусмотрен за эту ответственность, вот я сейчас осуществляю видеосъемку? Видеосъемку осуществляют, это режимный объект. Так. Поэтому здесь нельзя снимать. Нельзя. Дежурная часть. Ну, вот я конкретно туда никуда не направляю. Я конкретно на вас, вашу деятельность. Я понимаю. Сейчас у нас происходит с вами диалог. Есть определенные обстоятельства, при которых я это осуществляю. Ни чьих прав я не нарушаю. Более того, ваших прав. Это режимный объект. Так. То есть, вот это... Само здание может... Скажите, предусмотрен какая-то ответственность? Либо за то, что фиксирую, либо за то, что выкладываю? За что бы назвать? Либо не иметь права вообще выкладывать. Понял. А фиксировать я не имею права? Правильно? Фиксировать? Да. Так, вы можете фиксировать, но я в дежурной части. Так, я в дежурную часть туда не лезу. Я здесь в фойе нахожусь. Здесь вообще доступная информация, поэтому здесь... Зайди, Стоси, объясню. Ситуацию. Зайди уже на части. Пришла смска в 13.30. В отделе полиции находимся 15 сентября. И они только сейчас уведомили об этом. Сначала спёрли, а потом уведомили, что спёрли. Давайте, потому что с самого начала. Выпишите, да? Конечно, присаживайтесь. Извините, я пока поясню вкратце. Смотрите. Вы кто? Я представитель. Сейчас ещё адвокат подъедет. Смотрите, в общем, ситуация какова. Значит, у неё в период пандемии небольшая просрочка, да, в данном случае потерпевшим будем считать. Видите сюда. Образовалась небольшая просрочка в разрее 20 тысяч. Ну, банки уведомления послал, что у неё просрочка, она, значит, и попыталась изъять автомобиль. Автомобиль так и не изъял. То есть, там заговорились всё. Это из-за одной просрочки только, да, получается? Да, 20 тысяч. Вот. Ну, там условиями предусмотрено, что можно. Они так действуют. Они у всех режемают тачки на холодную. Понимаете? Вот. Вот. И получается такая ситуация, что у нас в этот период они согласовали то, что она гасит просрочку, автомобиль остаётся у неё. Она гасит просрочку 21 августа, денежные средства списываются, далее она вносит очередной платёж, то есть там через несколько дней, соответственно, и переходит на обычный график оглашения. Те документы, которые они сейчас предоставляют, о том, что они её уведомляли о смене места залога, это было до первичной попытки изъятия автомобиля. Вот. То есть получается так, что у нас была первая попытка, потом уже стороны договорились о том, что она платит машину, у неё всё нормально. И сегодня в ночь у нас клиентка обнаруживает, что автомобиль увезли. То есть мало того, что это в 2 часа ночи произошло, никакого акта приёма-передачи она не подписывала, хотя я считаю, что это незаконно, потому что у нас собственник несёт бремя ответственности и риски утраты имущества до подписания акта приёма-передачи. То есть сейчас с машиной что-то происходит, акт она не подписывала, соответственно, извините, пожалуйста, она эти риски несёт. Но, оказывается, у нас некий Иванов Илья Георгиевич, 91-го года рождения, буквально за полчаса, за час до того, как изъять автомобиль незаконно, с группой лиц у нас есть видео, мы вам передадим, вот сюда написал уведомление. Приложив документы, обратите, пожалуйста, внимание, что документы он приложил. Во-первых, он вводит полицию в заблуждение, не указывая место, реальное место стоянки. Город Воронеж, замечательно. Я вам прошу вас, Нина, пожалуйста. Хорошо, ну сейчас она договорит. И, соответственно, получается у нас это письмо старое, она не получала, хотя ссылаются на то, что собственник уведомлен. Собственник не уведомлен, это за ублюдением заблуждения полиции. Вот этот трек-номер, он нереальный, то есть он не действующий, это не от Экспо-банка уведомлений, это уведомление некому иному лицу. Десятое, ноль шестое, до первого инцидента. Первый инцидент у нас тоже был зафиксирован в полиции, подавалось заявление аналогичное. Соответственно, дальше это просто индивидуальное условие. Доверенность у нас Иванов Илья Георгиевич не предоставляет, автомобиль забирают без доверенности. Мы считаем, что это вообще угол чистой воды или как минимум слонова просто. Поэтому документы, платежки у нас все есть в электронной форме, видео у нас тоже есть. Можем скинуть видео с камеры наблюдения от сервиса. То есть у нас три видеофрагмента, как подъезжают группы лиц трое один автомобиль. Сейчас я ношу человека, как хорошо. Я тогда распространенные действия буду, прекращаю видеосъемку. Давайте. Приехали мы в банк, где сидели четыре сотрудницы. Я честно обратила внимание, что у сотрудников банка даже нет бейджиков. Даже в пятерочке у продавца есть бейджик с именем. Банк больше похож на, я не знаю что, на павильон торговый. Ну и отношение сотрудников такое же. Мы попросили документы, мы попросили предоставить то, что мы должны, на каких основаниях был изъят автомобиль. Нам сказали, что задолженности нет и другой информации они предоставить не могут. То есть тогда, когда мы там были на месте, сотрудник банка нам четко сказал, что у вас нет никаких задолженностей. Она сама не понимала, что происходит. После чего она связалась со специалистом в Москве по проблемным ситуациям, я так понимаю. Который любезно всех нас послал, можно сказать, почти на три буквы. И сказал, что это он так решил. Да, он просто так, у них есть определенные хотелки. Значит, сказал, пишите обращение. Ну это мы для вас все рассказываем. Нам все известно, как все происходило. Вы должны знать, что это вообще вопиющая ситуация. Значит, нас любезно послали. Но мы пошли, но не туда, куда они хотели. Да. Да. А, Илья Георгиевич? Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по Масловой к вам подъехать, когда можно будет? Да. Так я с Опером с вашим разговаривал. Ну я понимаю, что вы разговаривали с Опером. Адресочек, пожалуйста, нам продиктуйте. А кого нам? Ну мне, Масловой и остальным. Кому остальным? Кто подъедут? А кто там подъедет? Я вам сказала, Маслова подъедет, ее представитель подъедет. А, нет, так не получится у вас адресочек. А почему не получится? Ну, потому что... Ну вы угнали автомобиль Масловой. Я могу Масловой трубочку передать? Ага, давайте. Хорошо. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Где мой автомобиль находится в данный момент? Там на стоянке находится. На какой стоянке? Адрес стоянки назовите? Да, ну хватит. В смысле? Я собственник автомобиля. Нет, хорошо. До свидания. В смысле? До свидания. Ни хрена себе вообще, вот уроды. Я не могу вам помочь. Смотрите, дело в том, что у Масловой нет просрочки. На данный момент мы хотели бы с вами по поводу якобы ее наличия пообщаться. Я не буду на тему разговаривать. А с Масловой вы будете на эту тему разговаривать? Нет, нет. А почему? Ну вы ей... Потому что я не уполномочен. Ну вы уполномочены забирать автомобиль... Подождите. Вы уполномочили забирать автомобиль, но однако... Ты спроси, кто уполномочен тогда разговаривать. А, в заблоке. Добрый день, вы позвонили в Экспобанк. Мне зовут Виктория. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, девушка. У меня Экспобанк якобы изъял автомобиль. Где находится мой автомобиль, я хотела бы узнать. Представьтесь, пожалуйста, фамилию, имя, отчество вашего. Маслова Анна Сергеевна. Минуту, пожалуйста, Анна Сергеевна, оставайтесь на линии. Переведу вас на специалиста. Добрый день. Банк управления взысканием. Я зовут Вадаря Ивановна Сашина. Здравствуйте, девушка. Якобы представители банка изъяли мой автомобиль. Где находится мой автомобиль? Как вас зовут? Маслова Анна Сергеевна. Одна секунда. Поближе поднимите. Не покажу. Спасибо за ожидание. Ваши документы у нас в отделе не находятся. Вам необходимо позвонить по телефону 8 800 547 99. Это что? 8-800-547-89. Это что такое? Документы у вас находятся в коллекторском агентстве, поэтому вам необходимо уточнить ваши дальнейшие действия по данному телефону. Либо в дальнейшем также ожидается порядки очереди, если с вами свяжется определенный отдел, который занимается долговым имуществом. Девушка, адрес и название коллекторского агентства. Позвоните по данному телефону и уточняйте. До свидания. Какие они вежливые сотрудники. Давай, набирай этот номер. Ротбанк. Если вы знаете внутренний номер, нажмите 5. По вопросу президных каникул или реструктуризации нажмите 9. Информируем вас о том, что разговор может быть записан. Здравствуйте. Росбанк. У меня был человек с Павлией. Какой вопрос? Здравствуйте, молодой человек. Скажите, пожалуйста, вы являетесь коллекторским агентством от Экспобанка? Нет. Скажите, пожалуйста, мне сказали, что документы мои кредитные от Экспобанка находятся теперь у вас, и вы коллекторское агентство. А, ну, в Росбанке, скорее всего, находитесь, да? И мне нужно узнать, где находится мой автомобиль, изъятый. Давайте я сейчас сточню информацию, ждать на линии. Давайте. Не изъят, а он кровеный. Адрес, где они находятся, чтобы они попасть куда? Ну, это вот в адресе. Сотрудникам ты спрашиваешь, да? Это что, просить надо. Так, и... Ну, и, соответственно, потом, где машина стоит. Это последний вопрос. Где они находятся, где машины находятся, с кем урегулировать этот вопрос. Алло. Да, да. А ждать, я сейчас переведу вас на отдел, который занимается автомобилем. Давайте. Пусть, пусть, пусть. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мне нужно узнать, где находится мой автомобиль. Что еще раз? Где находится мой автомобиль? Подождите минуту. Вас перевели, я так понимаю. Да. Вы являетесь действующим заемщиком Рациональный банк? Нет. Экспо-банка я являюсь заемщиком. Ну, к сожалению, перезвоните повторно. Вы сейчас попали в партнер на бутылку с отрочной задолженностью. У вас специально перевели. Сейчас перезвоните повторно. Еще раз набираем. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, нажмите, по вопросу кредитной конец, нажмите 9. Нет. Прошу. Информирую вас о том, что разговор может быть записан. А кому переводят деньги, когда наплатят? Кому поступают? Здравствуйте. Здравствуйте. Росбанк. Что не спал, Валерич? Какой вопрос? Здравствуйте. Экспо-банк изъял мой автомобиль и сказал, что он находится, чтобы я перезвонила вам. Вы являетесь коллекторским агентством. Ну, так я же вас перевел на... А вы меня неправильно перевели. Девушка сказала, что вы не туда меня подключили. В смысле? Сейчас давайте уточним к вас, потому что мне сказали, что перезвонила сюда, потому что вы водил, который я снимаю с автомобилем, и я перевел вас сюда. У меня автомобиль в Экспо-банке, а не в Росбанке. Кредит оформлен. Сейчас, ждать сейчас, минуту. Так-то вообще это... Надо идти туда. Да, что-то пойдем. Куда туда? И что там? Так они поедут туда. Нажь, я вас сейчас перевожу. Хорошо. Подожди, давай, закомпенсив. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Росбанк, Егор Анастасия Вячеславовна. Да, я вас слушаю. Меня зовут Анна Сергеевна Маслова. У меня была похищена сегодня машина, и мне сказали, что вы знаете, где она находится. Так, а у вас автокредитка в каком банке? В Экспо-банк. В Экспо-банке, да, одну минуту. Давайте я сейчас посмотрю информацию. А можете подсказать номер договора, либо фамилию, имя, что подскажете? Маслова Анна Сергеевна. А номер договора не можете, да, сейчас подсказать? Могу, но если вы подождете. Да, конечно, давайте. Да, просрочек у меня нет, и непонятно, из-за чего у меня изъяли. Так, номер договора. 11-65. Так, дальше. А? 0-6-18. Подождите одну минуту. Так, ну вот договор я ваш открыла. Здесь у вас, если ранее были задолженности, задержки с оплатами, потому что договор, скорее всего, сейчас на сопрождении в Росбанке, да, вот на текущий момент, да, вот я вижу в Экспо-банке у вас автокредит. Так, а скажите, у вас, вы задолженность погасили по договору? Да, да. Давно, месяц назад. Около месяца, да? Да. Что у меня вот ориентировочно сумма фиксируется задолженность, я вам ориентировочно, да, говорю, 388 тысяч 933 рубля. Месяц назад оплаты производили, все чеки есть у вас? Да, все есть. Все чеки есть, да, да? Да. По поводу изъятия автомобиля, это либо, к примеру, было изъятие банком, да, здесь я вам точно не подскажу, потому что я работаю только по факту задолженности, а если было изъятие, то вас, в принципе, должны были также проинформировать. Никто мне не... А вы... Никто мне ничего не звонил. Не говорили, вы в Экспо-банк также звонили по телефону горячей линии? Да, они мне дали ваш номер телефона, искали звонить вам, что вы коллекторское агентство. Еще раз не поняла. Что вы коллекторское агентство. Нет, зачем, мы банк, это Росбанк, просто на текущий момент, к примеру, да, договором сейчас мы занимаемся, но оплату, как, к примеру, вы производили в Экспо-банк, вы также оплачиваете, то есть в плане реквизитов по оплате у вас здесь абсолютно ничего не поменялось. Смотрите, давайте поступим таким образом тогда, я уточню информацию по поводу изъятия автомобиля у вас, да, уточню по факту задолженности, то есть, к примеру, если было изъятие, значит, наверное, у вас долг фиксируется. Куда можно подъехать к вам девушку? В Росбанк имеете в виду? Или что? По поводу автомобиля мне куда подъехать? Смотрите, давайте я сначала тогда запрос так же в Экспо-банк сделала. Нет, куда подъехать вы мне, скажите, куда мне подъехать по поводу автомобиля? Я вам сейчас не подскажу, мне необходимо сначала запрос в Экспо-банк сделать. Я же не знаю, не знаю же, куда у вас подъехать. А если я подъеду в Экспо-банк и сделаю запрос сама? Ну, либо, к примеру, вот я говорю, либо уточнить как-то по телефону горячей линии, либо так же в силе линии, да, Экспо-банка. А со своей стороны я только могу так же запрос сделать и уточнить местонахождение, к примеру, автомобиля. Скажите, ваш сотрудник забрал или сотрудник Экспо-банка забрал автомобиль? Не могу сейчас подсказать, мне самой необходимо сначала уточнить. Либо давайте поступим таким образом, я информацию уточню и вам тогда перезвоню на этот номер. А к вам можно подъехать? Ну, а куда? Вы сейчас вот звоните в центральный офис, в город Самара. Понятно. Вы сейчас в центральный офис просто попали по телефону, возможно, да, корея Семенович? А в Воронеже подскажите. Адрес. Что в Воронеже? Адрес или телефон? Куда я могу подъехать? Ну, смотрите, вот мы работаем с банками-партнерами, я вам могу подсказать номер телефона, вот обратные связи, если только с нами связаться. Адрес мне нужен. Росбанка? Я не знаю, организации, в которую мне обратиться. Нет, понимаете, просто мне самой сначала необходимо утащить информацию по поводу вашего автомобиля, по поводу кредита. Какой банк имеет к этому отношение? Росбанк или Экспобанк? Я же вам говорю, я не знаю, мне сначала самой необходимо также информацию защитить, мне надо сделать запрос в Экспобанк. Ну что, все? Все, спасибо, до свидания. До свидания. Адрес, давайте я запрос сделаю, потом вам перезвоню. Давайте, давайте, да, давайте. Все, тогда отметку сделаю, ожидайте тогда звонить. Мой номер ваш, мой номер у вас есть? На трогу. Ну вот я говорю, на этот банк можно звонить. Нет, нет, 8-906. Так, 906, далее. 8-960. Все, отметку я сделала, как только мне ответы от банка поступят, я вам отзвонюсь, тогда скажу все, хорошо? Спасибо большое. Все, всего доброго, до свидания. Пойдемте, пойдемте, заходим. Давайте, ага. Добрый день. Ну тут даже никого нет. А к кому обратиться можно, проблема есть одна? Расскажите о своем проблеме. Можно, давайте. Давайте, Наталья начнет. Автокредит у вас? Да, просрочек нет. Нет, что пройдет, что нет, что не слышит. У меня платежи, все оплачивают. Помогли, у меня украли. Сказали, что X2. Забрал наш трасс в Таиле. У меня вообще там телефон от тела, который... Вы знаете, нам телефон уже не помогает. Нам неоднократно с горячей линии давали телефон. Нас связывают то не с теми людьми, то эти люди не могут пояснить, что вообще, собственно говоря, происходит. Никто ничего не знает. То говорят о том, что задолженность 318 тысяч, якобы Ван уже... А в графике человек платит все спокойно. Да, поставил уже на полную просрочку, получается. А можно не снимать это? Может быть, и можно. Абсолютно законное право. Ничего мы не нарушаем. Мы лучше... Давайте по существу просто, чтобы не превращать. Это фарс какой-то. У меня просто клиент приходил. Вчера у него тоже забрали на штрафстоянку. Мне сказали дать телефон. А они еще на штрафстоянку забирают? Ну, как бы сказали, что забрали. Я не знаю, куда забрали, но забрали. Он проснулся, у него нет машин. То есть это только часто происходит? И даже телефон, и он все решил. Я не знаю, мы недавно открылись. То вы нам тот же самый телефон хотите дать, да? Я не знаю, какой вам дали. Я вам могу просто... Да, давайте это тоже мы. Сейчас я посмотрю. Ну, изымал некий Иванов Илья Георгиевич. Илья Георгиевич не собирается не давать никаких комментариев относительно просрочки наличия якобы просрочки. И где машина находится тоже. Он говорит, что он некомпетентен. Документы в доверенности от банка он не предоставляет, соответственно. Но машину вот выру полить с 2 часа ночи увезла в неизвестном направлении. Нам сейчас главное понимать, что в графике человек находится, что вы увидели. Потому что приходит СМС-сообщение, что у вас очередной платеж. Скоро никаких просрочек нет. То есть все абсолютно... Человек нормально платит. Вот что вы по этому поводу вы скажете? Потому что ей вот приходят СМС-ки в этом плане. Был небольшой инцидент. 13 августа, собственно говоря, да. Там это все погасили. Машину больше никто не пытался изъять. Но тут месяц спустя. Вот 21-го она погашает задолженность. Очередной платеж списывается. Указание в СМС-ке о том, что просроченная задолженность тоже списалась. Однако у нас имеется ситуация, что без уведомления клиента, собственно говоря, измают автомобиль. Без предупреждения. Откуда вы узнали, что Экспо-банка? Ну, потому что они уведомления, собственно говоря, от имени Экспо-банка. Ники Иванов Илья Георгиевич. Да ты покажи фотографию. Пожалуйста, я не вижу, да, просроченные задолженности я у вас не вижу. Нет, все в графике, правильно? Вот, ну я не в графике, я просто вот смотрю сумму досрочного полного погашения, и здесь нет просрочки. То, что я вижу. На каком основании вообще? Я не могу знать, на каком основании у вас. Простите, вы же представители Экспо-банка. Вот покажи вот это вот, где там от Экспо-банка, там даже реквизит соответствующий. То есть вы говорите, что вам пришло уведомление, что машины не приходили. Нет, уведомления не приходили. То есть вы проснулись, с чего вы взяли, что Экспо-банка? Машины нету. Потом мы идем в отдел полиции, писать извинения. И вот там, сейчас до этого вот такое уведомление в полицию было подано о том, что... А, от Экспо-банка? Он, ну вот, уведомление о смене местонахождении предмета залога. То есть без всевозможных уведомлений просто ночью, как бандиты, приехали, забрали машину. Когда вы говорите, я не могу воспринимать такую информацию. Просто ночью приехали люди, как бандиты, приехали, забрали машину и уехали на манипуляторе. Ну так действуют только бандиты. Тем более, вы говорите, никаких просрочек, ничего нет. Все ровно. Ну то, что я вижу. Может, у вас до этого было? Нет, до этого была, и все закрыли давно уже, больше чем месяц. Все в графике платежи, все как соответствует, все делается. От банка смс-ки приходит о том, что да, вот следующий очередной платеж в онлайн-банке тоже самое. Может быть, вы свяжетесь с этим человеком, кто у вас занимается такими конфликтными ситуациями? У нас есть его телефон, вот, пожалуйста, который указан на фирменном бланке. Ну, сверьте со своим, может быть, это один и тот же телефон? Какой телефон? А, ну секундочку, сейчас я продиктую вам. 8-910-749-336. Ну, есть вот 909, но здесь я по просроченной задолженности, я не знаю, 909-163-37-57. Вот вчера я клиент давал этот телефон. А там что-то не уплатил, заявление написано. Там была бросочка. Алло, здравствуйте, Грачек Ашатович, это беспокоит вас, да, Воронеж. Грачек Ашатович, у нас в отделении происходит такой инцидент, что тут, да, количество человек, а мне пришло 5 в отделении с видеосъемкой, да. У девушки сегодня передача, наверное, хочу быть знаменитостью, экспобанка. Подскажите, пожалуйста, я не знаю, какой у нее автомобиль. Маслова Анна Сергеевна. Дело в том, что они звонить вам не хотят по телефону, которому я предлагаю. Вот они пришли в отделение банка и хотят знать, на каком основании у них забрали автомобиль. И где он находится? Потому что просрочки у клиента уже давно нет. Нет, просрочек давно и все такое прочее. Что такое за беззаконие творит экспобанк? Да. Вот скажите, что я могу максимально сделать? В частности, Иванов Илья Георгиевич. Принять от нее заявление. Угу. А сегодня мы можем уточнить местоположение имущества? Вы можете не говорить мне, когда я разговариваю. Я вас еще раз спросила. Еще раз скажите. Она может написать заявление, и мы ей ответим в законодательном порядке. Транспортное средство местоположение, уточните, пожалуйста. Там ценные вещи в автомобиле находятся. Все, хорошо. Местонахождение автора. Местонахождение транспортного средства сообщит, пусть. В автомобиле находятся ценные вещи. Но человек не понимает, и начальник операционного отдела просил не снимать над люди, не понимает этого. Угу. 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 Хорошо. Все, спасибо. Хорошо, спасибо. Мне сказали, что я некомпетентна. Я могу только принять заявление от клиента, зарегистрировать и отправить его в головной офис. Так. А местоположение экспобанка нам сообщит транспортного средства имущества гражданки Масловой? Я не могу это сообщать. У меня нету этих сведений. Я некомпетентна. Единственное, что я могу сообщить вам, что вы можете, клиент может написать заявление, с чем он недоволен. Он в курсе, где транспортное средство. Я зарегистрирую и все. Дайте на мой телефон, мы сейчас позвоним. Вы сейчас с ним же общались? И что дальше? Ну, дайте, вы же говорили, дадите телефон. Давайте мы сейчас его наберем. Я вам могу отдать, отдать, отдать телефон. Так вы только что сказали, что мы с ним не хотим разговаривать. Не его личный, а отдел, который работает по просрочной задолженности. Там сотовый телефон, да? Я вам еще раз говорю, я не знаю, какая он. Дайте отдел изъятия автомобиля. Кто вас называет в автомобиле? У меня нет этого отдела. Мы операционный облиц. Я вам могу отдать чистый лист. И если с чем-то вы недовольны, пожалуйста, обращайтесь в полицию. Если вы считаете, что они коммерческие действия. Скажите, вот этот, кого мы называли гражданин, который по доверенности якобы, вам известно это лицо? Которое изъял Иванов Илья Генгиевич. Неизвестно это лицо. Все, нам это надо послушать. Сейчас вам позадаешь вопрос. Здравствуйте. С кем можно поговорить по поводу якобы просроченной задолженности Масловой Анны и изъятого ныне автомобиля БМВ? Сейчас непосредственно. Ну, Маслова Анна сейчас подойдет. Я представитель ее. А, вы представитель Масловой? Да. Мы сейчас находимся в помещении экспобанка. Я понял. Одну минутку. Здравствуйте. Алло. Алло, да, здравствуйте. С кем я разговариваю? Да. Подскажите, пожалуйста. Здравствуйте. Еще раз. Грач Кашотович. А, Грач Кашотович. Здравствуйте. Наталья меня зовут. Да. Скажите, пожалуйста, как можно узнать, где находится автомобиль госпожи Масловой? Никак нельзя об этом уважать. Почему нельзя? А вы, кем являетесь? Я являюсь ее представителем. Она сейчас рядом со мной стоит. Мы в помещении экспобанка. Личности установлены. Так. Ну и вот, скажите, пожалуйста. У вас есть информация на нахожение автомобиля? Да. Нас интересует информация. Автомобиль находится ценные вещи в том числе. Автомобиль в моей собственности находится. Если что. Вам как смотрите? Вам ответить. А вы знаете, что мы уже написали в отдел полиции по факту угона автомобиля? Да. По факту хищения. Вы не написали? Может еще прокуратуру написать? Нет. Прокуратура у нас немного иная. Послушай, ты не умничай. Скажи, где автомобиль находится? Послушайте. Я говорю, не умничай. Где автомобиль находится? Вопрос задали. Ну, приедем туда и... Куда? Ты скажи, адрес назови. Адрес назови. Куда подъехать? Каланчевская 29, стороне 2. Еще раз. Еще раз. Это что за город? Каланчевская 29, стороне 2. Это город какой? А, Москва? Нет. А здесь, в Воронеже на месте. Где тут ваш сотрудник? Нет, я здесь нахожусь. Нет, а в Воронеже где? В Воронеже нету никого. В смысле? Скажите, пожалуйста, а Иванов Илья Георгиевич является вашим сотрудником, который изымал транспортное средство? Такую же информацию я не ставлю вам давать. Ну, вообще, он представился предсотрудником экспобанка, предоставил доверенность. Вас не смущает то, что некие лица неизвестные вам? Есть доверенность. Почему неизвестные мне? А, ну, то есть он все-таки вам известен, да? Есть информация, которую я могу предоставить, которую я не могу предоставить. Если у вас... Ну, вы же уже сказали, что он... Как нам этого сотрудника здесь найти? Где офис, где он сидит? Я об этом не сказал. Я вам говорю о том, что есть информация, которую я могу дать. Где он находится? Вопрос слышали? Нет, не слышали. Я вас вообще не слышал. Где он находится? Вопрос. Я вам еще раз повторяю. Где находится данный сотрудник? Вы как бандиты действуете, вы слышите? Экспобанк действует как бандиты. Грач Кашотович, вы понимаете, мы же с вами не про просроченную задолженность говорим. У гражданки Масловой действительно ее нету. Понимаете? Вопрос не в том, что клиент просрочил и пришел недовольный. Но почему вы лучше ее знаете, если у нее все платежки на руках? Вы ей высылаете смс о том, что у нее нет просроченной задолженности. В личном кабинете просроченной задолженности нету. Вы это все? Вы это все? Вот. Вы по личному убеждению сейчас говорите о том, что у гражданки Масловой есть задолженность? Да. А, то есть вы, как сотрудник банка, вы руководствовались личным убеждением, а не документами, которые имеются у госпожи Масловой в компьютере. Я вам еще раз говорю. Вы сейчас там со мной колейками спать. Я вам говорю одно. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите все написано, и мы вам на них ответим. Почему? Я не могу ответить. Мы проблема в том, что изъят незаконно автомобиль. Понимаете? И это проблема, которая безотлагательный характер носит. Они ждать 30 дней. Да. Есть правительственные органы, которые в этом разберутся. Согласны? Нет, мы не согласны, поскольку это действие экспобанка привели к такой ситуации. Экспобанк это не скрывает, соответственно, мы… Как не скрывает? Вы скрываете нахождение места транспортного средства. Ну, если вы так считаете, напишите заявление в полицию, что мы скрываем. На чем проблема? То есть вы, в принципе, не отрицаете, что у вас есть некие незаконные действия в отношении чужого имущества. И говорите, окей, ребят, ну разбирайтесь. Ребята, я вам еще раз говорю. Все наши действия, они абсолютно закон. В рамках правового поля. В рамках какого правового поля? У человека нет задолженности. Ну, послушайте меня. Если вы так считаете, ну, обращайтесь. Обращайтесь к главному органу полиции. Напишите заявление, напишите. Я не могу. А почему вы не можете сейчас на данном этапе поспособствовать решению проблемы? У нас есть лицо, которое есть. Я не могу. А почему? Потому что мы такого рода вопроса относительно гражданки Батлова решаем все в письменном виде. Вы напишите, мы вам ответим. Мы фиксируем все наши с вами в письменном виде. Дело в том, что вопрос безотлагательного характера. В машине находятся ценные вещи, которые ей принадлежат, которыми она пользуется. Понимаете? Отлично. Отлично. Напишите. Мы вам это ответим. Мы же есть там. Вы же прекрасно понимаете. А вы понимаете, что уголовное наказуемое деяние в данном случае имеет место быть? Хорошо. А, ну, хорошо. Ну, ничего страшного, ребят. Да. Напишите. Напишите. Пожалуйста. То есть вы осознанно идете на нарушение законодательства уголовного? Ну, мы прекрасно знаем, что мы не нарушаем их. А читаете. Ну, это ваше право. Ваше право. Ваше законодательское право. С вами так интересно. Да. Да, безумно. И с вами так же. Спасибо большое. Напишите. Пожалуйста. Пожалуйста. До свидания. Было возбуждено уголовное дело. Анну признали потерпевшей. И с сотрудниками уголовного розыска мы направились на ту самую стоянку, где транспортное средство хранилось. Мы, самое главное, не уточнили, что транспортное средство, которое они, так скажем, незаконно им завладели. В день, когда мы обращались с заявлением, значит, сотрудник полиции, дознаватель ездила, значит, на место хранения этого транспортного средства на новом месте хранения. И отфотографировали, значит, что оно находится в конкретном месте и с ним все в порядке. Ну, соответственно, была информация, где он находится, да, у сотрудников. У нас такой информации не было. Мы не могли знать и нам и не предоставляли. Но на следующий день сотрудник уголовного розыска вместе, значит, с нами посетили данную стоянку и обнаружили, что транспортного средства на этом месте уже не находится. То есть они предполагали, что, возможно, это транспортное средство будет забрано сотрудникам полиции, так как они предполагали и знали, скорее всего, что они действуют неправомерно. Поэтому в первый день, точнее, это уже второй день нашей всей эпопеи, мы, к сожалению, транспортное средство не забрали. Хотя мы ехали, уже понимали, что сейчас все заберем, все классно, все супер. Но так вот сильно расстроились. Но я сильно не расстраивался, потому что я знал, что мы все заберем. Анна, конечно, расстроилась. Поход, дело здесь. Вот, блядь, уроды. Пожалуйста, здесь нету, да? Да, вот 39-й. Вообще конченый, блядь, нахренею. Ну, на следующий день, благодаря сотрудникам уголовного розыска, отдельное уважение, респектам, красавцы. Отдельно выражаю благодарность Пыти Владимиру Вячеславовичу, начальнику отдела полиции номер 6 на Чайковского 3, за такую оперативность, за то, что не оставили данную гражданку без ее имущества. Вернули. Как все это происходило классно? К сожалению, нас там не было. Но мы были на месте, когда ее привезли. Нам стало известно, что скоро транспортное средство прибудет в отдел полиции, так как его изъяли. Ну и, соответственно, мы оказались на том самом месте и обрадовались. Безумно. Да, это на самом деле. Ну, вернулась, красотка. Ай-яй-яй, зачем так заезжаешь? Ай-яй-яй. Вот она машинка. Супер. Скажите, вы рады? Счастливы. Все, скоро ее заберете. Да-да-да. Николай, ты доволен? Счастлив, аккуратно. Тебя не слышно однозначно. Петлички нет. Петлички нет, нам нужна петличка. 21 тысяча стоит комплект. Счастливы и рады все. Автомобиль возвращен. Пока в отдел полиции. Сейчас, соответственно, сотрудники полиции произведут все необходимые действия и в дальнейшем дадут его собственную. Все. С первого дубля записал, посмотри. Да. Ребят, спасибо. Ты что, Ань, встань. Пожалуйста. Она мучилась. Ты сегодня... Возьми нормально. Никто отсюда ее не заберет. Человек спал всего два часа. За четыре дня? Да. Да и вообще. Все хорошо. Через четыре дня после того, когда забрали транспортное средство, Анна смогла его забрать с отдела полиции. Теперь она им пользуется. Открыто. Сегодня 23 сентября. Я наконец забрала свою машину. Выражаю огромную благодарность дорожному контролю. Правда, не защитную компанию. Мы не юристом, мы не адвокатом. Мы еще Владимир Сергеевым, а вот Сунди Татьяне. За поддержку и за помощь. Спасибо большое. Пока все эти перипетии не закончатся, транспортное средство, я думаю, в опасности. Потому что от этих людей неизвестно чего можно ожидать. Поэтому все меры приняты безопасности. Значит, со своей стороны мы эту ситуацию дожмем, доведем ее до конца. Так что это только начало. Однозначно. А, кстати, еще-то мы главный момент забыли. После того, когда ты транспортное средство уже забрала, ты на нем ехала и ты решила написать в WhatsApp Иванову Илье, тому самому злосчастному этому видео сообщение, да? Да. Или фото было? Я ему отправила фото с музыкой, да. Фото с музыкой. Вот. Ну что, транспортное средство забрали. А что он тебе ответил? Он мне написал, что не обижайся, это моя работа. А в голосовом сообщении? Это не голосовой, он мне потом перезвонил. Потому что я ему не ответила, он мне потом перезвонил. Перезвонил, и что он тебе сказал? Он мне сказал, что не обижайся, такая работа, типа езди на машине, она больше никому не нужна, ну и если что, обращайся ко мне. Угу. Алло. Алло. Да. Да. Все нормально, Тигран? Да, у меня все хорошо. Все на месте. Да, у меня тоже, слушай, ну я ей отдал, нет без разницы, я на самом деле тоже мое дело было забрать, а чего вы там с полицией делали? Да дело не забрать, ты себя сам просто по-хамски вел бы, мог бы нормально, мы с тобой поговорили, никто не бы длит, ничего. Ну просто ты меня пойми, у меня нет долгов, я ни злостный, ни платильщик. Слушай, да я тебе говорю, я не против, ну вы забрали, просто ты пойми момент, что я-то за эти эти, за финансовые вопросы за эти вообще не отвечаю, мое дело там забрать. Да я тебя понимаю прекрасно, я тебя прекрасно понимаю, да, я-то вообще, мне-то это, ну наебали бы банком, мне это вообще. Мы никого не наебали, мы действуем официально, все в рамках закона, все у нас ровно, у меня все платежи проплачены, все у меня ровно. Ну все, хорошо, слушай, да я тебе говорю, ну короче, правда, не обижайся там, ничего, ничего личного, просто я работаю там, поэтому забрали, ничего, спрашивай. Хорошо. Езди там, спокойно, больше она не интересует никого. Хорошо. Хорошо, да, хорошо. Все, есть что, звони, короче, брат там давай. Спасибо, хорошо. Все. Давай, пока. Ну, доверия к словам данного гражданина нет никаких, вообще абсолютно никакого доверия, поэтому, конечно, машина будет безопасна. Единственный момент, я не уточнил, когда мы были в банке, в этом экспобанк, я звонил по телефону, сначала со своего телефона на его телефон, хотел пообщаться, но он очень дерзко себя повел, ну, в общем, он был не настроен на общение. Я потом звонил с WhatsApp, потому что он не стал брать повторно от меня телефон. Я позвонил с WhatsApp, а там же, сами знаете, картинка сразу высвечивается, лица, который звонит. Так вот, он, видимо, узнал, и у нас оказались общезнакомые. И в это время, когда я с ним разговаривал, он сказал, что с тобой типа свяжутся. Ну, мне интересно, конечно, но оказалось, что он с общезнакомой. В общем, со мной созвонился тот самый общезнакомый. И с ним пообщался. Понятно дело, я его попросил, может быть, сообщишь, где транспортное средство находится. Нам очень важно его забрать, потому что незаконно все это действие. Он сказал, что, к сожалению, не может этого сказать, потому что он работает вместе с этим ребятами, и для него он близкий человек. Я не буду, конечно, общего знакомого раскрывать, кто он, а я его могу понять. У меня к нему лично никаких претензий нет. Он защищает своего близкого. Я ему сказал, что это незаконно все, и я транспортное средство заберу, что мы и сделали. Илья Георгиевич, приветствую. Да. Скажи, пожалуйста, куда подъехать там насчет задолженности? Кому подъехать насчет какой задолженности? Ну, в смысле, задолженность, которая типа имеется. Свероп. Якобы задолженность имеется. Куда подъехать с тобой встретиться? У кого имеется задолженность? У Серова. У кого? У Серова. У какого Серова? Вадима Юрьевича. Так. Я не знаю, Вадим Юрьевич. Так вот, Илья Георгиевич, хотел бы куда подъехать, чтобы с тобой пересечься, по задолженности вопрос решить. По какой задолженности? Так я и говорю, которая якобы у меня есть. А я не знаю, какая у вас задолженность. Ну, давай приеду, там разберемся, вообще, я свой договор привезу, а ты посмотришь, как у тебя там. Да не, Вадим, я не смотрю договор, мне интересно. Скажи, пожалуйста, а по какому адресу ты находишься? Давай ему сейчас. Мы его немножко задолбаем, чтобы он в черный список добавил. Мы его в черный список выбираем. Я уже там. Да. Я тебя перебиваю. Да, он уже в черный список поменял. Говнюк. Ну, последний финиш. Ты можешь с WhatsApp ему позвонить? Он там тоже заблокирует. Да. Ты же в главе, наверное, держал. Так, давай, сейчас мы с WhatsApp. Алло. Алло, Илья Георгиевич. Опа, сбросил. Взял и сбросил. Что, голос знакомый услышал, что ли? Это второй шаг. Алло, Илья Георгиевич. Слышно меня, Илья Георгиевич? Да, Вадим. Да. На громко. Ты смотри, своим звонишь. Тебя тебе Рома наберет. Кому? Чего? Я говорю, звони своим. Рома тебя наберет сейчас. Каким своим? Сейчас он тебя наберет, поймет, что ли. Ух ты, интересно. Давай, давай. Давай, давай. Сейчас, давай, ты Рома сейчас заслышал. Мое пожелание ко всем, кто надумал, или думает, или планирует оформлять кредит, любой. Не обращаться в банк, экспо-банк. Так как люди ведут себя как мигииты, как мигиенники. То есть, если зайти на банки.ру, там можно почитать очень много интересных отзывов об экспо-банке. То есть, они ведут реально автомобили по всей России. Именно ночью все это происходит у людей. Мой совет вам. Читайте внимательно договор и обращайтесь только в проверенные банки. И это видео, в принципе, для того, чтобы больше никто не попал в такие ситуации. Да. Действительно, это видео для того, чтобы никто никогда, ни при каких обстоятельствах не попал в аналогичную ситуацию. Чтобы вы знали, с кем заключать договор и на каких условиях. Читайте внимательно договор, все нюансы. Если вам что-то непонятно, спрашивайте, обращайтесь к юристам. Да, и к Вадиму Серову. Когда попадете в такую ситуацию. Спасибо. Но желательно не попадать в такую ситуацию, потому что это, ну, в общем... Я считаю, что это какой-то чисто буратизм. Забирать... Ну, разве может, значит, порядочный банк, назовем так, ночью... ...брать транспортное средство? Ну, это фактически, это, считай, твое имущество. К тебе ночью приходит кто-то, ты спишь. У тебя забирает имущество, ты просыпаешься, у тебя его нет. Ну, это вообще как? Да и когда-нибудь кто-нибудь слышал такое вообще от других банков? То есть это не первый кредит, это даже не первый автокредит. То есть до этого проблем не было. Любое имущество, любое, это гражданско-правовые отношения. Обращайтесь в банки в суд и по решению суда уже забирайте свое транспортное средство, если человек не платит. Здесь же ситуация иная. Человек добросовестно выполнял свои обязательства, чуть просрочил. И то, понятно, почему пандемия, она всех коснулась. Еще забыла сказать, после первой попытки банк не шел вообще на контакт. И по сей день он не идет на контакт вообще. То есть никаких вообще... Я пытаюсь с ними выйти на контакт, а они нет. А, еще банк вводит заблуждения. Да. В том числе и следствия. Значит, о том, что она вообще не платит по кредитам, по кредиту по конкретному. У тебя все есть платежки полностью, у тебя в личном кабинете все закрыто. Даже смс приходит, что у вас скоро платеж подойдет. То есть она в графике полностью нормально платит, без всяких проблем. Банк всячески пытается вводить заблуждение. Ну, ладно, мы с этим в любом случае разберемся. Вот, всем спасибо за внимание. Не попадайте в такие ситуации. Не, я случайно. Молодой человек. Вон я. Вон я. Вон я, в кепочку, смотри. Вон она, кепочка. Да, наверное, вы. Илья, наверное, вас зовут, да? Иванов. Значит, он. Раз такая реакция теперь похожа. Понятно. Наконец-то все. Мы ваше лицо запечатлили. Капюшон точно надеть надо обязательно. Покажи, пожалуйста, на лицо. Чего ты стыдишься? Я знаю, ты видео включил, записываешь. Чего ты стыдишься? Это ж ты совершил данное действие. Машину ночью взял, забрал. Поведение, как бандитов ночью забирать, такие делают вещи ночью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!